На повестке 46-го очередного заседания Совета депутатов Ленинского городского округа значилось несколько важных для муниципалитета вопросов. Первым было рассмотрено внесение изменений в решение о бюджете на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Предлагается в 2022 году план по доходам уменьшить на сумму 674 млн 836,66 тысяч рублей по расходам на 19 млн 827,49 тысяч рублей. На погашение дефицита бюджета предлагается отправить остатки средств, сформировавшихся на начало финансового года. Проект решения прошел экспертизу контрольно-счетной палаты. При изменении объема субсидий на муниципальные задания вносить соответствующие изменения в муниципальные задания подведомственных учреждений в часть увеличения объемов работ либо услуг, либо вносить изменения в нормативные документы, об утверждении нормативных затрат на их выполнение и содержание имущества. Я также напоминаю, что у нас комиссия прошла по бюджету. Все вопросы были рассмотрены, в том числе и этот. Результаты в виде контрольно-счетного заключения контрольно-счетного органа были до вас доведены. Соответственно, я предлагаю принять решение о внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области. Депутаты поддержали данное решение. Затем народные избранники рассмотрели внесение изменений в положение об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности. Срок проведения общественных обсуждений по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории и проектом, предусматривающим внесение изменений в указанные документы, с момента оповещения жителей муниципального образования проведение таких общественных обсуждений не может превышать один месяц. Решение было принято единогласно. В муниципалитете ведется активное строительство жилья. Как назвать новые улицы, раньше в основном решали застройщики. Теперь предлагается создать специальную комиссию, которая будет заниматься этим вопросом. Данная комиссия, которая будет создана, она будет рассматривать именно обращение от жителей или коллективное обращение о названии этих элементов в честь выдающихся именно людей. Депутаты единогласно проголосовали «за». Подвел итоги заседания глава округа Алексей Спасский. Кроме того, он заявил, что в рамках борьбы с парковкой большегрузного транспорта на территории жилых микрорайонов с 1 мая на дорогах будет работать система «Паркон». Каждый депутат, у кого есть к этому интерес, должен понимать, где будет это происходить на территории. Сергей Анатольевич, мы разговаривали с вашим начальником управления. Нужно обязательно сопроводить эту информацию теми альтернативными парковочными местами, пусть даже на возмездной основе, куда этот транспорт должен технично, органично пересечь. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.